Хурма не только вкусный, но и полезный для здоровья фрукт. Именно так думает большинство из нас. Безусловно, хурма имеет ряд полезных свойств, которые обуславливаются ее богатым химическим составом. Из-за большого количества калия хурму даже прозвали сердечным яблоком. Однако в некоторых случаях употребление хурмы может привести к образованию фитобиазаров. Это плотное скопление частично переваренных или непереваренных остатков, которые обычно возникают в желудке. Такие инородные тела увеличиваются в размерах, могут нарушать процессы пищеварения и приводить к закупорке просвета желудка или кишечника. В процессе образования фитобиазаров важную роль играет соляная кислота желудка, растительная клетчатка и флоботонин, который содержится в стручках, кожуре или зернышках незрелых плодов хурмы. Взаимодействуя, они образуют клейкую массу, плохо поддающуюся перевариванию. Чаще всего причиной образования фитобиазара является незрелая хурма. В ней содержится много смолистых и вяжущих веществ, которые склеивают остатки растительной пищи в компактную плотную массу. Спелая хурма также опасна, если ее есть в больших количествах. Биозары появляются в результате регулярного злоупотребления хурмой. Все дело в волокнах, которые пронзают мякоть плода. Они не перевариваются человеческим организмом. Впоследствии эта часть хурмы задерживается в желудке, накапливается и образует некий твердый клубок, именуемый фитобиазаром. Об этом мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Однако, как и многие из вас, я не хотел верить в то, что употребление хурмы может обернуться серьезными последствиями. Мой зять работает хирургом. И недавно он мне рассказал, как проводил операцию пациенту, который не придерживался нормы употребления хурмы. Как следствие, у него образовался фитобиазар немалых размеров. Кроме того, в комментариях прошлого выпуска некоторые пациенты также подтвердили, что у них была операция по удалению фитобиазара. Симптомы, указывающие на фитобиазары среднего и большого размера. Быстрое чувство насыщения. Боли в желудке, усиливающиеся после приема пищи. Отрыжка, тошнота, рвота. Ощущение перекатывающегося меча в желудке. Резкая потеря веса. Как предотвратить образование фитобиазаров? Чтобы избежать появления фитобиазаров, необходимо тщательно пережевывать употребляемую пищу, не изменяя привычный рацион питания. Но при заболеваниях желудка следует отказаться от употребления грубой пищи, в том числе фруктов и ягод с толстой кожурой. Хурму можно употреблять по 150 грамм в день, но не более. Этот фрукт очень сложно переваривается. Лучше всегда есть спелую хурму, но не в вечернее время. И количество съеденного должно всегда контролироваться. Съев даже две хурмы, можно ощутить болезненное ощущение в желудке, так как фрукт достаточно агрессивный. Хурму лучше есть в первой половине дня. Во-первых, она содержит много клетчатки, что дает нагрузку на органы пищеварения. Во-вторых, съеденная на голодный желудок оранжевая ягода усиливает аппетит. Нельзя сочетать хурму с холодной водой и молоком, так как белки и жиры молока также являются трудными для переваривания веществами. При попадании в желудок молочный продукт сворачивается и приобретает творожную консистенцию. Частицы творожной массы обволакивают остатки других продуктов и мешают их взаимодействию с желудочным соком. В результате пищеварительные процессы замедляются и появляется несварение желудка. Хурма несовместима с алкогольными напитками. Организм отдает приоритет в переработке сладкой пищи, так как она богата глюкозой. Расщепление алкогольных спиртов будет происходить с задержкой, а отравление токсичными веществами будет происходить быстрее. Хурму нельзя употреблять с любыми насыщенными белками продуктами, потому что дубильные вещества, входящие в состав хурмы, мешают белковой пище нормально перевариваться. А это основная причина образования безоаровых камней. Вред и противопоказания. Хурма является богатым источником необходимых полезных веществ для организма, но все же имеет ряд противопоказаний, о которых следует помнить. Людям с сахарным диабетом и другими нарушениями работы поджелудочной железы следует ограничить употребление хурмы. В составе фрукта содержится сахар, глюкоза, фруктоза и сахароза. Эти вещества быстро всасываются в организм и могут вызвать сильный выброс инсулина. При диабете рекомендуется употреблять максимум один плод в день, несколько раз в неделю. Людям с лишним весом не следует отдавать предпочтение хурме в качестве перекуса, так как из-за высокого содержания сахара результат от диеты может быть менее заметным. Отказаться от фрукта следует людям, которые имеют спайки в кишечнике. При ослабленном кишечнике большое количество танина в составе хурмы может спровоцировать острую непроходимость. Нельзя употреблять хурму на пустой желудок людям, у которых есть определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Калий обладает мочегонным эффектом, поэтому при наличии камней в почках или проблем с мочевым пузырем, ягоду следует употреблять с осторожностью и не более одного плода в день. Частое злоупотребление хурмой может привести к разрушению зубной эмали и вызывать кариес. В ярко-оранжевых плодах содержится большое количество сахара и пектина, которые оказывают негативное влияние на состояние зубов. Из-за волокнистой структуры мякоть хурмы легко застревает между зубами. Поэтому, чтобы избежать возникновения проблем с зубами, после употребления хурмы рекомендуется почистить зубы или выпить стакан воды. Хурма является сильным аллергеном, поэтому может спровоцировать возникновение различных аллергических реакций. Также не рекомендуется давать хурму детям до 3-4 лет. Рекомендуется не употреблять в пищу незрелые плоды хурмы, так как в ней содержатся пектины и танины, которые замедляют процесс пищеварения, в результате чего кусочки пищи склеиваются между собой. Именно танины являются причиной вяжущего вкуса фрукта. Больше всего их содержится в кожуре, поэтому ее лучше срезать. Если употреблять плоды вместе с кожурой, могут также развиться запоры и геморрой. Рецепты применения хурмы при определенных заболеваниях. Хурма имеет множество полезных и лечебных свойств. По этой причине она активно используется в области народной медицины. С ее помощью можно ускорить процесс заживления ран, снять воспалительные процессы жар, побороть кожные заболевания, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и очистить организм от гельминтов. При анемии взять два спелых плода хурмы, два яблока, маленький кусочек имбиря, одну щепотку корицы и 150 мл очищенной воды. Хурму и яблоки очистить от кожуры, убрать семечки и нарезать на маленькие кусочки, а имбирь натереть на мелкой терке. Ингредиенты необходимо взбить с помощью блендера, после чего напиток будет готов к употреблению. Такой витаминный коктейль эффективно насыщает организм необходимыми полезными и питательными веществами, а также укрепляет иммунитет. При гипертонии один спелый плод хурмы с помощью блендера превратить в желеобразную массу и смешать с мелко нарезанным корнем имбиря. Один к четырем объема хурмы. С четырьмя каплями свежевыжатого лимонного сока и одной столовой ложкой натурального пчелиного меда. Готовое средство следует принимать три раза в день по 10 мл. При недержании мочи. Ножки плодов хурмы необходимо измельчить, после чего одну столовую ложку получившегося сырья залить крутым кипятком, поместить на медленный огонь и варить в течение 10 минут. Далее снять емкость с огня, накрыть крышкой и оставить настаиваться в течение 1-2 часов. Готовое средство следует принимать по 60-70 мл два раза в день. При хронической диарее. Один спелый плод разрезать на дольки, засыпать их в эмалированную посуду и залить 100 мл крутого кипятка. Емкость накрыть крышкой и дать средству настояться в течение 30-40 минут. Готовое средство следует принимать в остывшем виде по одному стакану каждые 4 часа. При аллергическом дерматите. С данной проблемой помогает справиться водный настой на основе незрелых плодов хурмы. Для его приготовления необходимо взять 0,5 кг измельченных плодов и 1,5 литра дистиллированной воды. Ингредиенты смешать и отправить смесь настаиваться в течение недели. Далее жидкость нужно процедить через марлю и оставить на солнце еще на 3 суток, после чего ее можно будет перелить в банку. Готовым средством следует обрабатывать 4 раза в день до избавления от проблемы. Для успокоения нервной системы подготовить 1 столовую ложку измельченных хвостиков хурмы и стакан крутого кипятка. Измельченные хвостики залить кипятком, поместить на медленный огонь и варить в течение 10 минут, после чего снять с огня и дать средству настояться в течение часа. Готовое средство следует принимать по 50 мл 2 раза в день. При запоре Чтобы избавиться от запора и нормализовать стул, необходимо употреблять по одному плоду в день. При боли в горле Два спелых плода хурмы очистить от кожуры, выжать из них сок, после чего разбавить его с 6-8 столовыми ложками теплой кипяченой воды. Полученным раствором необходимо полоскать горло до 5 раз в день. При воспалении легких, кишечника и селезенки. Подготовить 1-2 столовые ложки косточек хурмы. Обжарить их на сухой сковороде, как орехи, после чего измельчить. Далее измельченное сырье нужно смешать с мякотью и кожурой трех спелых плодов хурмы. Полученную смесь держать в баночке в холодильнике. Каждое утро натощак рекомендуется съедать по 1 столовой ложке этой смеси, запивая теплым красным вином или простой кипяченой водой. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!